Своих новорожденных малышей Орен Кульбабаева сегодня обнимает впервые. Все трое мальчиков появились на свет недоношенными. Но специалисты роддома уверяют, эти мальчишки – настоящие богатыри. По весовой категории 2 500, 2 300 и 2 200. Когда детки родились, трое дня это, они два дня лежали в реанимации, поскольку немножко страдание, период адаптации страдал. А с сегодняшнего дня дети в обычной палате с мамочкой и начинают кормление, начинается грудное вскармливание. Во втором перинатальном центре это первая в этом году тройня. Одной с тремя малышами Орен Кульбаб справится непросто, поэтому медперсонал с удовольствием помогает и памперсы поменять, и успокоить, если потребуется. «Раз наши мальчики родились накануне дня первого президента нашей страны, то мы с мужем решили назвать всех мальчиков в его честь – Шах Султан, Хан Султан и Нур Султан. Пусть растут такими же умными и дальновидными. Я уже очень их люблю, хотя пока не могу различить, кто из них кто». В роддоме Орен Кульбаб проведёт ещё несколько дней, говорят медики. Малышам, да и самой маме нужно окрепнуть. А дома своих братишек уже ждут, не дождутся четыре дочки – Орен Кульбаб и муж Абубакир. «Вот только времянка, в которой живёт эта многодетная семья, для младенцев не очень подходящий дом. Ни нормальных полов, ни отопления». «Как квартиренты, да, мы здесь. Не свои тоже дом. Это чужие, да, мы потом временно заживём». Постоянной работы у отца семейства тоже нет. Перебивается случайными заработками. А с тех пор, как в прошлом году мужчина надорвался на тяжёлой работе, жить в молодой семье стало совсем тяжело, говорят соседи. «Он очень работящий, отзывчивый. Соседи, если позовут, он пойдёт, поможет им тоже. Не пьёт, не курит. Ни угля, ничего нет утопить им сейчас зима. Вот как-нибудь бы хоть на время, хоть кска, кска, шарла. Они а то здесь не выживут». Проблему молодой многодетной семьи жители посёлка Жулдуз пытаются донести до чиновников. И очень надеются, что к тому моменту, когда малышей выпишут из роддома, хотя бы часть этих проблем будет решена. Ирина Притлоп, Латон Леденёв, информационная служба телекомпании ОТРАР.